ну да здесь та же самая проблема представьте как было бы красивее если бы здесь хоть чуть-чуть был бы газонный покров рулон газон а пока все выгоревшие коричнево без травы конечно смотрится ужасно много людей здесь отдыхает но мы сейчас с вами будем заниматься несколько другой другим вопросом мы сейчас пойдем посмотрим на корабли пойдемте из конечно можно спуститься но можно спуститься или с той стороны а может быть и здесь давайте пас нет здесь пусть спуска никакого нет только что вот если вы посмотрите большим пальцем закрываю ехал сделали что-то в этом роде урал наверное скорее всего полностью забитой солдатами в зеленой форме это мы создать с обратной стороны памятника комсомольцам как вы видите не особо следят здесь ну и вообще все это старое очень старое главное покрасить и сделать вид как будто все нормально перестаньте просто так заявлять о готовности возьмите и сделайте полностью наймите людей которые занимаются непосредственно посадками газона и сделайте этот газон к сожалению выглядит это плохо некрасиво начинают ремонтировать до оградили это значит что скоро будет все в порядке скоро здесь будет все огорожено неужели туда кто-то пытался спуститься это же вам нереально давайте еще немножечко вам покажу бухту если вы проезжаете приезжайте в город севастополь в летний период в курортное время то обязательно вас будут приглашать вот на такие лодочки видите вот одна лодочка плывет вот вторая лодочка плывет это экскурсии они проходят именно вот на таких 12 весельных яликах иногда иногда вот чуть покрупнее вот на таком плане лодочках и вдоль бухты вас катают и рассказывают параллельно что к чему какие места какие интересные здесь корабли что-то с этим связано я честно говоря как житель севастополя я ни разу не был на на таких экскурсиях но в любом случае мне кажется с высоты с нашей эта бухта кажется гораздо красивее кстати кто не знает напротив нашего места вот там вот находится мгу черепица красная вот где это для вас будет короче правый верхний угол я думаю вот здесь вот я специально сделаю ссылку и вы увидите то как в америке делают детские площадки ничего общего вы подумаете нет но это не так конечно же есть вот такие строения ухты посмотрите я даже не видел футбольная площадка на которой детишки занимаются карате вот уже борьбой занимается вот первый так но это у нас футбол нет это не футбол почему футболисты играют это баскетбол в общем сделали для детей все сделали хорошо но с другой стороны неужели почему вы всегда все не заканчиваете вот эту кучу уберите сделайте здесь газон поставьте какую-то травку постелить это же очевидно очевидно что нужно делать благоустройство они просто сделали какой-то объект а про ландшафтный дизайн забыли вот в принципе посмотрите как здесь неплохо да но при этом если бы был газон зеленый это было бы крайне красиво это было крайне приятно глазу и действительно дети вы радовались этому приходили сюда для того чтобы получать удовольствие не только физическое но и эстетическое ну и вы посмотрите там у американцев непосредственно детские площадки они высокие какие-то большие площади фонтаны бьют из земли она здесь какая-то туалетная бумага вот из-под этой штуки фонтаны бьют из земли какие-то там непонятные для меня какой-то шар из которого выливается вода детишки там то ли на кнопочку нажимают то ли дергают за веревочку и в итоге льется вода в жаркие дни это очень классно освежает и и здорово в общем смотрите ссылочку вот здесь а мы идем дальше вот обратите внимание есть трава и как все меняется посмотрите насколько становится красиво хорошо приятно отдыхать а вот это перед нами театр имени луначарского вот его тыльная сторона в одной в одном архитектурном стиле сделан как и гостиница севастополь ну и можно обратить внимание что наверху стоит пять человек духового оркестра может нет не пять больше там с другой стороны тоже стоит выглядит неплохо наверно сегодня премьера и поэтому как-то вот туда зазывают то ли какой-то у них договоренность с духовым оркестром выглядит неплохо вот лицевая сторона ну и людей обычно когда поезда уходили еще в крыму когда это было возможно обычно играл вот такой вот вальс вальс или марш кто знает пишите комментарии прощание славянки называется «Автария» «Автария» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...